Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну хорошо 5 Фанат 5 Да Я Ты как-то знаешь Тоже противник Любых запретов Здесь наши позиции С тобой Совпадают Хотя Уверен Что Подобные Искусственные Пластмассовые Проекты А я думаю Что ты не будешь Наверное Подвергать сомнению Тут факт Что В общем Проект Дом 2 Максимально Например Насколько это возможно Телевидение срежиссированы, в том числе конфликты, диалоги и все остальное. Это просто видно, потому что качество актеров плохое. Кстати, я тебе могу сказать, что не вполне. Это правда. Срежиссированы какие-то ситуации. Ситуации. Нет, я понимаю, что людям все прописать невозможно. Людей провоцируют, что не очень хорошо. Людям предлагают ситуации, что а вот не сходить бы тебе с Машей на свидание. И люди, к сожалению, вот в этом, конечно, некая есть порочность этого проекта. К сожалению, сами участники очень быстро понимают, что если они хотят задержаться, им нужно максимально... Сколько платят участникам? Ну, платят какие-то деньги. Я не буду, наверное, сейчас это озвучивать, потому что это не моя тайна, а тайный телеканал ТНТ. Но вопрос в том, чтобы тебе начали платить, а это делается через определенное количество месяцев. Ты должен стать популярным и любимым. Да, а для того, чтобы стать популярным, люди это сами быстро понимают. Система построена таким образом, что тебе нужно быть ярким, скандалить, устраивать какие-то интриги. И вот то, что человека провоцируют не к лучшему, то есть вот к тому, чтобы человек искал компромиссы, был миролюбивым, а к худшему. Это, конечно, большая проблема подобных телепроектов, но это проблема во всем мире. Вот смотри, несмотря на то, что у нас позиции близкие сегодня с тобой, но они будут расходиться в некоторых вопросах радикально. Я как раз считаю, что подобные Дома-2 проекты, которые представляют несколько искаженную действительность и формируют у подрастающего поколения, а это аудитория все-таки в основном, ну, молодежная, там, скажем, 16-35 лет, не очень образованная, которая может потреблять весь этот пластмассовый фуфел, низкопробный. Вот это бесконечное строительство отношений, вот это мы строим все отношения, сегодня она строит с этим отношения, завтра это само слово отношения, я уже возненавидел просто. Правда, посмотрев в зале, в тренинажерном у меня дом, это сам каникулы в Мексике, как раз показывают, но они тоже все строят отношения. Все отношения, отношения, отношения. Я так как раз считаю, что подобные проекты, с учетом, тем более, там, секса, мата, всего остального, там, и так далее, они как раз не имеют права на существование в поле общедоступного телевидения. Кстати, твой отец вел самый первый скандальный телепроект в России. Но он был коротким, за стеклом. За стеклом, и там тоже был и секс, и разборки, и строительство отношений. Что же за лицемерие, Виктор? Ваш отец, пример для подражания. Сын за отца не в ответе, это раз. Во-вторых, это был короткий проект, который длился полтора месяца, снимали его в гостинице. То есть полтора месяца позора, это не то же самое, что пять лет позора. И там все было по-настоящему. Там все было по-настоящему. Это мы откуда знаем. А это там все было, мы знаем, потому что была конечная история, которая, как бы, понятна была, когда закончена. Тебе просто не все рассказывали, ведь ты был маленький. Короче говоря, значит, так вот, я считаю, что подобные программы должны существовать на платных каналах. А касаемо роли телевидения, на которую ты быстро перескочил, это большой вопрос, что телевидение формирует вкусы аудитории или телевидение удовлетворяет уже сложившимся предпочтениям. Я, как телевизионный продюсер, например, условно, да, коммерческого частного канала ТНТ, никогда не выберу движение против течения. Я обязан удовлетворять вкусом зрителей. Ты можешь мне 22 раза рассказывать про канал Культура, про отсутствие документальных фильмов, что неправда, кстати, есть ДОК-24, есть хорошие... Но это кабельная телевидение. Это нишевые каналы, они не только в кабеле, они скоро будут доступны широкой части аудитории. И более того, да и на центральных каналах показывают периодически хорошую документалку, просто она не приносит цифр, в отличие от дешевых сериалов, на Первом, на России или на НТВ. И я, как продюсер канала, не имею права пойти против воли моих акционеров, которые ставят главной мне задачей зарабатывание денег. Для показа непопулярного, нерейтингового контента во всем мире есть общественное телевидение. Да, я об этом не хотела сказать. Вот что, собственно говоря, и должно показывать. Ну а что, у нас показывает общественное телевидение унылую какую-то жатву и пассивную, и пионеров в 86-м году. Телевидение должно быть коммерческим в нашей стране, как и везде это происходит. Я за капитализм, я за конкуренцию, и поэтому если продается низменное, если продается плохое... Низменное всегда продается лучше, чем высокое. Да, вот смотри, вот сейчас я оспорю. Вот давай так. Низменное и высокое, утверждаю, давай теперь я тебе так поставлю. Вот на одном канале идет низкопробный, низкокачественный мыльный сериал. А на другом канале идет ликвидация. На одном канале идет совершенно низкопробный, ужасный проект Дом-2. А на другом канале идет последний герой. Что выиграет? Вот я утверждаю, что качественный сериал... Что-то мерзительные подмены. Нет, качественный сериал ликвидации или 17 мгновений весны. Качественное шоу последний герой вместо унылого, например, Дома-2 или Каникул в Мексике. Качественные хорошие фильмы, хорошо сделанные, всегда победят низкопробное мыло. Ты мерзкая обманщица, потому что ты подменяешь сейчас понятие... Почему нельзя сравнить ликвидацию и какую-нибудь... Секунду. Я не сравниваю... Нет, нет, нет. Хельсопесенки или как называлось это? Я не знаю, но ты любишь... Ты любишь... Лесепесенка? Нет, нет, нет. Как это... Хасапетовка. Кто-то там из Хасапетовки. Кстати, отличные цифры были. Дело не в этом. Дело в том, что ты сравниваешь... Ты сравниваешь... Я не говорю о плохо сделанном продукте. Конечно, Жигули никогда не будут пользоваться таким спросом, как Мерседес, условно говоря. Мерседес всегда будет нравиться больше, чем Жигули нравится. А вот спрос может быть на Жигули просто потому, что они более доступны. Я сейчас говорю не об этом. Ты сравниваешь качественный короткий сериал 14 серий, ликвидация, с 300-серийным Санта-Барбарой, который просто... Так я тебе поэтому и привожу это в пример, потому что я утверждаю, что качественный продукт всегда победит некачественный. Сделайте просто качественный, это мало кто умеет, и вы получите больший рейтинг. Это выгодно. Вот я утверждаю. Ты говоришь, что неизменное продается всегда лучше, а я утверждаю, что хорошего качества продукт и тот же последний герой, который тоже реалити-шоу, но пропагандирует вполне хорошую, интересную идею того, что твоя воля может позволить тебе победить, что нужно быть уперцем, это в борьбе. Ты можешь сделать гораздо больший рейтинг, чем Дом-2. Мы сейчас должны прерваться в виде звенита. 730, 101, мы будем принимать звонки после рекламы. Нет, низменное и некачественное это не одно и то же. Давайте так, глухарь против ликвидации. Заткните уже, Харь против ликвидации. Ксения Собчак, Виктор Набутов, станция Барригадная. Присоединяйтесь к спору, звоните, пишите. Причем здесь низменное, пожалуйста. Доктор Хаус, Доктор Хаус. Доктор Хаус. Дэвитс. Хорошо, я просто мал спать сериал. Классный сериал. Мой любимый, мой любимый сериал. Интерны, пожалуйста. Супер рейтинг, качественный, с хорошими, шутками, прописанный сериал. Но мы остановились на очень интересном повороте. Дискуссия. Виктор, как всегда, попал в просаг, сказав, что низменное всегда победит любую другую программу на любом телеканале. Качественно сделанное низменное, конечно, секс. Причем здесь, что откуда уже появилось качественно? Ты всегда, ты в прошлом получасе говорил о том, что плохой продукт типа Дом-2 всегда будет продаваться лучше, чем какой-нибудь... Я еще раз, я сразу сделал замечание. Это ты пытаешься меня повернуть. Конечно, качественный продукт всегда выигрывает у некачественного. Чего спорить? Но низменное всегда будет интереснее, чем высокое. Не надо сравнивать. Низменное не значит некачественное. Подожди секундочку. Это не синонимы. Я прошу, не надо подменять мои слова. Смотри, как только низменное, низменное, а именно секс. И качественный Дом-2 и качественный... Подожди секундочку. Сейчас я тебя в другой стороне. Все равно мы придем к тому же, что у тебя будет, понимаешь... Что? Что у меня будет, что ладно? Хорошо, давай так. Что ты считаешь низменным? Что ты считаешь низменным? Приведи, пожалуйста, примеры низменного. Что это? Секс? Что еще? Послушай, как говорил мне... Давай конкретно. У нас нет столько времени. Что такое низменное секс? Как говорил мне Стас Садальский, большой специалист в шоу-бизнесе, людей со времен Древнего Рима всегда интересуют три вещи только. Чужая смерть, чужие деньги и чужая постель. Хорошо. Вот эти три низменные темы. Криминал. Значит, наоборот... Переваживая с вами. Криминал. Криминал, секс. Секс в разных применениях там и так далее. Ну и... Значит, я еще раз... Жизнь звезд, там то, благодаря чему ты стала тем, кем ты стала. Я утверждаю, что как только эти темы, которые ты почему-то называешь низменными, а я их называю общечеловеческими, становятся высококачественными, они перестают быть низменными. Тема секса в том числе была раскрыта в произведениях Пушкина, в произведениях Достоевского. Нет, я не об этом говорю. Она может быть низменная, но качественная. Тема криминала была раскрыта и в книге «Преступление, наказание», но только она была раскрыта там по-другому. Тема каких-то алчных страданий человека... Стоп! Она раскрыта по всему миру в разных жанрах. Поэтому низменная и качественная, утверждаю я, вещи вообще несовместимые. Как только то, что ты называешь низменное, становится качественным, оно перестает быть низменным. Поэтому это вещи просто абсолютно противоположны. Абсолютно неправда. Ты можешь говорить о сексе так, как о нем говорил Пазолини, ты можешь говорить о сексе так, как о нем... Карла Пазолини, который... Ты можешь говорить о каких-то вещах, абсолютно, как тебе кажется, низменных, настолько высоко, что они перестанут быть низменными. Понимаешь? Значит, давай так, вот возьмем «Преступление, наказание». Можно сделать, условно говоря, фильм, посвященный философскому выбору, философской стороне проблемы и выбору Раскольникова, его жизни и так далее. А можно сделать фильм, больше сориентировать на то, как он будет мочить... Можно и вообще сделать том-2, причем это к нашей теме. Послушай, ты можешь опошлить любое произведение. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что Достоевский тему криминала, как в твоем понимании низменную, а в моем понимании не низменную, а просто, как говорил Пушкин, в жизни вообще есть только 25 сюжетов. То есть есть ограниченное количество тем, которые вообще интересуют людей. Есть эти темы, в том числе криминал, как ты сейчас обозначил. И я не вижу вообще, в чем низменность этой темы. Я еще раз, ты меня не дослушал. Ее можно по-разному просто... Я тебе привожу конкретный пример. Правильно. Можно сделать низменное, можно сделать качественно, можно сделать фильм о преступлении и наказании, посвященный философский фильм для канала Культура об убийстве, о внутренних терзаниях Раскольникова. Это будет интересно исторично. Можно только это сделать либо скучно, либо интересно и современно. А можно это сделать про то, как он мочил проценщицу. Значит, рассказывает тебе. Понимаешь, жестко, жестко это показать людям, как он ее рубил топором, с реконструкцией, кровища. Но это будет... Послушай, во-первых, и в хорошем конкретном сериале по преступлению и наказанию это может быть. Вопрос не в этом. Это будет эксплуатация низменных... Набутов, ты уже понял, что проиграл, и поэтому ты уже не знаешь, как уж на сковородке. Прекрати. Очевидно, что хорошего качества продукт на телевидении его не хватает, и люди готовы его смотреть. И то, что сейчас происходит во всех жанрах. Посмотри, и телепроект «Голос» на Первом канале, и даже там телепроект «Спортивный», вот этот «Вышка», и какие-то новые сериалы. Все говорит о том, что если вы делаете что-то на хорошем уровне, это бьет все рейтингы. Да что ты говоришь? Люди устали смотреть сериал «Менты 8», устали смотреть низкопробные сериалы, где совершенно вообще это все неинтересно. А вот из... Как же правильно называется? «Семнадзия не мясная» — это не совсем сериал. Хорошо, мы ушли совсем далеко сейчас от «Дома 2», давай дадим возможность высказаться нашим слушателям и продолжим дискуссию, в которой ты уже давно проиграл. Доброе утро. Алло. Да, здравствуйте. Приветствую вас, Ксения, приветствую, Виктор. Мне кажется, что у любого разумного человека есть только одна позиция. Мне очень не нравится, когда кто-то за меня решает, что мне делать, а что нет. Это во-первых. А во-вторых, ущербность органа, который инициирует это все, подчеркивает еще и то, что он ничего не может сделать, решает вопрос каким-то радикально глупым способом. Давайте запретим. Да давайте сделаем то, что смотреть интереснее, а не... Приведу какой-то грубый пример. У меня ребенок не умеет плавать. Давайте вышку запретим. Не хочу ее смотреть. Я не хочу, чтобы он в воду лез и утонул. А в целом, как вы считаете, вот Дом-2, например, очень такой одиозный проект. Стоит ли руководство ТНТ его все-таки закрыть по аналогии с каникулами в Мексике? Хочу черкнуть. Не смотрю Дом-2, но еще раз повторюсь, не способ запрещать. Нет, конечно, они должны... Пускай люди сами решают, что вы не смотрите. О, здравствуйте. Из Челябинска беспокойство. Тема, конечно, очень интересная, крайне заводневная. Я хотел высказать застал в смысле, что вот призывший звонивший, когда упомянул, что у него есть ребенок, вот мне бы хотелось к нему обратиться. А если у вас дочь? Ей от 12, ну, до 18. Так. Ее несозревшее, как бы, еще мировоззрение, да, а она не станет спрашивать папу, можно он не смотреть Дом-2 или нельзя смотреть Дом-2. Да, да. И сделает выбор самостоятельно. Он, как к этому ситуации относится, он готов согласиться с тем, что его дочь будет самостоятельна, без его комментариев. Ну, как человек либеральных взглядов, по идее, там, 12 лет уже самостоятельная личность должна выбирать сама. Да нет, вопрос даже не в этом. Вот, я думаю, что вы же тоже были подростком и знаете, что если ты решил уже попробовать сигарету, да, покурить с подростками, ты все равно ее попробуешь, несмотря на все запреты родителей. Если ты захотел найти какой-нибудь журнал с порнографическими картинками, Ксения, мы не хотим знать историю из вашего детства. Ты все равно его найдешь. Поэтому, мне кажется, что особенно сейчас, когда есть интернет, когда в любом случае подростки достаточно рано видят все то, что, конечно, родители бы не хотели видеть. Да, они все равно это найдут. Поэтому, может быть, не стоит ограничивать, потому что ограничения только вызывают интерес. И все равно он найдет хуже, чем то, что показывают в Доме-2 в интернете. Вы за закрытие Дома-2? Да, конечно. Да, конечно. Потому что с моей точки зрения... Именно принудительным путем, да? Да, именно принудительным путем. Я из Челябинска сам, с Урала, знаете, в Уральске, они, знаете, какие-то, терролобые немного, да? Мы знаем. Отличные ребята в Челябинске будем у вас на следующей неделе. Да, но, тем не менее, все-таки я категорически за то, чтобы уменьшить доступность. Я понимаю, что интернет все сможет компенсировать, но свободное воспроизведение того, что мы видим на Доме-2, ну, это неприлично. Окей, окей, спасибо. Спасибо, спасибо, понятно. Гуманитарное образование, поэтому я категорически против. Спасибо.